На благотворительном аукционе произведений искусств, созданных воинами АТО, выручили почти 700 долларов для семей погибших побратимов. Среди лотов картины, поделки из дерева, кости и бисера. Все это сделано руками бойцов, которые таким образом реабилитировались после возвращения с войны. Гражданскую инициативу поддержали и профессиональные художники, страдающие орфанными, то есть редкими заболеваниями. Муж Ирины, Роман Бочаров, погиб в Краматорске. Его семья, жена и трое дочерей в начале войны переехали из Луганска в Киев. Теперь главой семьи стала Ирина. Тянуть троих детей, старше из которых 19, нелегко. Поэтому рада любой помощи. Я работаю. Потом мне удалось оформить, наконец-то, пенсию для детей. И платформа. Люди помогают, людям помогают. И также другие люди неравнодушные, тоже помогают. Когда дочь училась не на бюджете, нам помогали оплачивать ей учебу. Идею аукциона поддержали благотворительные организации. Нашли шесть семей, которые остались без кормильца. Работы на продажу, в свою очередь, выставили воины АТО. Они в качестве реабилитации попробовали свои силы в изобразительном искусстве. Я долго был на реабилитации. Мне вживили имплант в поясничный отдел позвоночника. У меня был тяжелый полугодичный реабилитационный период. А потом как-то спонтанно стал писать картины. Потом стихи стали приходить. Несколько полотен на выставке принадлежат Татьяне Блохиной. Ее сын Дмитрий был почти во всех секторах Донецка. После тяжелых ранений и множества операций в госпитале встретил свою единственную – волонтера Лирю. 1 ноября отметят годовщину свадьбы. Теперь помогают фронту вместе. Дима еще служит, но он теперь занимается волонтерством. Проведывает ребят в госпитале, поддерживает их морально, помогает своим в зоне АТО, обеспечивает их медикаментами и продуктами. Организационные моменты выставки аукциона взял на себя американский галерист Питер Тауэрс. Говорит, это то малое, что он может сделать для Украины, которую полюбил всей душой. Я живу в Украине около 10 лет. Моя семья переехала ко мне из Латвии. Мне реально нравится новая Украина. Я возлагаю на нее большие надежды. И при помощи моей галереи я стараюсь отдать ей должные. Картины и другие произведения искусства, которые продавали на аукционе, имели свою стартовую цену. Все, что выручили свыше, отдали семьям погибших воинов. На сей раз удалось собрать почти 700 долларов. Активисты говорят, такие аукционы станут традицией. Инна Сезаняна, Тимофей Сорокин, ЮАйТВ.